Итак, здравствуйте! Сегодня я покажу вам, как сделать дверь с кодовым замком. Итак, начнем. Вам нужно ввести правильный код, тогда дверь откроется. Но, если вы нажмете на все рычаги, сейчас я вам покажу, то дверь у вас не откроется. А если вы оставите только правильные рычаги, то получится вот так. Дерь откроется, зайдете в комнату, следите все печенье и пойдете спать. Ну, вот, в принципе, суть этой штуки. Сейчас я покажу вам, как ее строить. И все. Так, что нужно, чтобы построить эту дверь? Вам нужна дверь, рычаг, редстоун факел, редстоун, переключатель, повторитель и камень. Вы ставите камни в любую длину, высотой в три. Допустим, у нас будет такая рычаги. Допустим, у нас будет такая рычага. Сейчас нашу высота. Вот. Теперь. Ну, теперь вы должны везде поставить очаги, ну, на втором ряду. И затем поставить сзади два куба камня, ну или чего хотите, типа с кратом, два, ну, разных вещей. Теперь ставите вот сюда, ну, во второй ряд, редстоун факелла, там где будут рычаги, которые откроют саму дверь. Ну, допустим, у нас это будет один, два, пять. Теперь вы должны везде провести редстоун. Не забудьте. Затем проводите редстоун сюда, вставите куб, в него ставите камень, проводите от этого камня редстоун и вставите дверь. И теперь, когда вы введете правильную комбинацию, ваша дверь откроется. Значит, мы вводим один, два, и пять. Наша дверь открывается, мы входим, и все готово. Еще могу показать механизм сзади еще один. Вот, значит, тридцать столом, здесь, там, такой факел, и вот и все. И второй механизм. Так, зачем мы, допустим, вы приходите ночью в свой дом, но в вашем доме очень темно, и вдруг вы находитесь в какую-то кнопку, нажимаете, и, вуаля, в вашем доме есть свет. Ну, чтобы вам было понятно, мы сделаем так. Закрыли все окна. Итак, мы закрыли все окна, и, как вы видите, если я беру себя, то тут будет довольно темно. Но если еще дверь заскроется, совсем непонятно. Вот, видите, как темно. А если я нажму кнопку, оп, и сразу светло. Сейчас я покажу, как это сделать. Ну, вот как ее сделать. Вы должны поставить липкий поршень. Вот так. Чтобы, там, смотрю вверх, здесь поставить такой бок, на него поставить вот с ним, и бок, и ваш поршень должен подняться. Потом на этот поршень ставите один бок, и слева и справа ставите который бок. Слева и справа тоже. Вот так. Затем ставите один блок сюда. Ну, один поршень обычный в левый конец, а один обычный поршень в правый конец. Потом берете светящийся камень, ставите его рядом с липким поршнем, вот так. И один обычный камень ставите с обычным, м астане в в в в в в с задней стороны тоже поставьте по 2 блока вот так затем поставьте повторитель с задержкой на 2 и с другой стороны тоже с задержкой на 2 когда вы все это сделали ставьте один повторитель с задержкой а без задержки и один повторитель с задержкой тоже без задержки затем проводите ряд столбик от этого камня ко всем частям вот сюда вот так и сзади здесь тоже ставьте столбик и вот здесь потом проводите вот ставите вот сюда камень и на него ставите кнопку все готово я извиняюсь но теперь все работает у первых должна быть задержка 2 то есть вот эти которые стоят здесь а сзади должна быть задержка 1 и тогда все будет работать и вот он поменял на обычный потом можете все застроить и но потом можете сделать как я вывести сюда кнопку поднимать 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 и запаска и у вас собственно отправляется священник до свидания и удачи поднимать так можете поспать и помогите Продолжение следует...